Сегодня в законодательном собрании Челябинской области с отчетом перед депутатами выступил губернатор Алексей Текслер. Подвел итоги за 2019 год и наметил планы на будущее. Затем, позже и также в онлайн режиме прошло заседание по вопросам повестки. В пакете парламентариев важные вопросы о дополнительных мерах поддержки южноуральских предпринимателей и бизнеса. Если мы с вами примем сегодняшний закон, то мы устанавливаем нулевую ставку по налогу для трех категорий налогоплательщиков. И об этом Павел Анатольевич сказал. Это участники национального парка, проекта, управляющие компанией промышленных технопарков и резиденты промышленного технопарка. Значит, мы понимаем, что выпадающие доходы составляют около 300 миллионов рублей. Мы идем это осознанно. За эту поправку депутаты проголосовали единогласно, точно так же, как и за следующие. К примеру, депутаты расширили сферы деятельности, при которых налог на имущество будет рассчитываться по нулевой ставке. Для некоторых отраслей она будет снижена до 1,1%. Обсудили еще один важный вопрос, который возник во время пандемии. На законодательном уровне урегулировать вопрос дистанционной работы. Предполагается выделить три основных ее вида – постоянное, временное и комбинированное. Причем четко определить право работника на время отдыха, личное время, каким образом будет организован трудовой процесс, то есть с помощью сети интернет, каким образом будет обмен документов в бумажном формате. То есть все эти вопросы получат свое разрешение в одной главе Трудового кодекса. Рабочая комиссия по этому вопросу уже создана в Челябинской области. Именно она и должна внести существенные предложения, вплоть до того, во сколько может звонить работодатель и есть ли у подчиненного свободное время. После этого свои наработки областные законотворцы направят на рассмотрение в Государственную думу. Юлия Анфалова, Владимир Котегов, Урал-1.